Мы говорим о том, что мы вроде в коллективистской культуре воспитаны, вроде как у нас есть такое. Мы не такие индивидуалисты, как там. Мифы, иллюзии, то, как это представляется, то, как это позиционируется. Но при этом мы совершенно, если в этом смысле говорить, мы не обращаем внимания на людей, когда мы говорим про профессиональную сферу. Для меня вот это большой вопрос. Вроде бы мы про людей, мы жутко переживаем за каких-то других людей. Мы меньше обращаем внимания на свою собственную жизнь, а пытаемся обустроить жизнь других. И при этом, как только мы туда залазим, даже в медиапроектах, мы о людях-то ничего не знаем. Давай попробуем начать вот с чего. Во-первых, исследование людей, перемещенных из России в Западную Европу и в США, либо по своей воле, либо перевезенных родителями, показывает... Я сейчас не вспомню, кто автор, но покопаюсь и найду. То есть она там солидного исследовательского компании, исследовательского центра. Показывает, что вот эти люди, даже в первом поколении, в основном, перевезенные, либо переехавшие, они больше индивидуалисты, больше скандалисты, чем тамошние. Они не умеют планировать, решают все нахрапом и навозь, трудоголики больше, чем представители Западной Европы и США. И это поведение не меняется даже при длительном проживании. Оно меняется только если человек какое-то время обучается там. То есть если ты поступаешь в колледж или несколько образований получаешь вот в этой сфере, где тебя приучают в каком-то порядке выполнения, от тебя вот эти вот шелха отходят. Это первое. Поэтому история с коллективизмом, она немножко странная. Здесь есть моя гипотеза, она только гипотеза, я не историк. Наверняка можно с кем-то на эту тему поговорить и развить мысли, или опровергнуть. Но есть предположение, что коллективизм 30-х и военных потом был подменен на некоторый псевдо-коллективизм. Потому что да, ты вроде бы впахиваешься, вроде бы вы впахиваетесь все, но живешь тут и сам по себе. Японцы это решают по-своему. Вечером напиваются и до утра... Мы очень любим помогать другим, потому что в любой момент там можно соскочить, ибо это не требует перестройки себя. А перестройка себя, возвращаемся к русским сказкам про Емелю, про Елью Муромца. Это очень серьезная работа. А скрещенная с авральным режимом, то себя нельзя перестраивать аврально. И получается, что проще к другим, ну так, декоративно к другим. Про себя времени подумать нет, а раз нет времени подумать про себя, то на этом же уровне эмпатии нет даже инструментов подумать о других. В свое время мне потребовалось значительное время и количество экспериментов, изобилити-лаб, наблюдений, изобилити-тестов для того, чтобы научиться смотреть, даже не видеть, смотреть. Потому что смотришь за тем, что делаешь человек, сначала нужно успеть, что же он делает. Потому что через свою призму. Ну, потому что свой опыт начинаешь переносить, а вот я... Как же он может не понимать. Да-да-да, вот я. Потом понимаешь, что твой опыт – это твой опыт. Ну, то есть он от тебя неочуждаемый. А там может быть другой опыт. И вот это вот знание, оно является таким необходимым сдвигом к тому, чтобы начать думать о других. У испанцев есть выражение «Моешь чашку? Мой чашку». Ну, то есть вот это про... Это дзен. Это про... Осознанность. Это про осознанность действий, ну, как бы фокусировку на... Ну, то есть ты взялся, ты ее помыл. Из той же оперы, на самом деле, используя глаголы «постарайся». И пытаться. Да-да-да, и попытайся. Я, когда мне им говорили, я попытаюсь, я говорю, вот чашка, попытайся поднять. Он понимает, нет, попытайся. Вот давай, сильно пытайся. Ну, то есть поднимаешь или не поднимаешь. А... Бесмысленный, бездейственный глагол. А кажется, что у этого есть определенная культуральная особенность. Уже совсем последняя гипотеза на эту тему, развела ты меня на мою любимую тему, на самом деле. Если ты посмотришь, то чисто исторически и территориально... Опять-таки, нужно разговаривать с антропологами и с историками на эту тему. Пока не доходило до них. Но, как бы, то, что сам читал, кажется, что территориально, этнически, антропологически мы не были изначально приспособлены к стратегическому типу мышления. Что мы делали? Сели, собирали. От чего зависит, дождик пошел, получилось, не получилось, не пошел, не получилось. Потому что там ты за добычей бегаешь, и тебе нужно планы строить. Тебе нужна там тактика, стратегия. А тут посеял, пожалуй, посеял, пожалуй, пошел, поймал. Божьей воли есть, поймал. Безотносительно. Перейти к религии. Но как-то такая всегда идет история, что там... Ну, опять-таки, да, история Бог дал, Бог взял. У католиков этого нету, у протестантов этого нету. В христианской религии, в православии это есть. Мне кажется, что вот в этом есть определенная история с замещением... История с замещением чьей-то воли. Воли, например, там, барина или царя. Барин к нам приедет, барин нас рассудит. А сам? А там дальше начинается история про ответственность, возможности, права и вот это вот все. И кажется, что это все сильно бьет и по людям контента, и по людям дизайна, и почти по всем производящим какие-то продукты, вот, осязаемые в России. Для людей. Для людей. У нас же долгое время все производилось для тяжелой промышленности. Еще для чего-то там. Троллейбусы наши, ну, последний еще плюс, милость, они не для людей, они для машин. То есть там все удобно сделано для того, чтобы их собрать или отремонтировать. Если, например, ты в Испанию съездишь, у которых другие традиции, в Италию или в Голландию, тоже инженерные сильные традиции, но они какие-то другие. Они про больше, чтобы тебе, как человеку, было в этом удобно работать, комфортно работать. Поэтому это просто два таких немножко разных концепта. И в этом смысле люди контента, они не исключение, повторюсь, люди дизайна тоже, в общем, примерно теми же наборами. Трудности, слава, да. Я просто подоскал хорошее слово, чтобы кого не обидеть. Это не касается там только медийщиков. Трудности, слава, да. Трудность, слава, да. Продолжение следует...